Следующий теракт, вероятно, будет также точно пропущен. Точно также получится у ИГИЛовцев, если это в реальности действительно ИГИЛ, потому что у Кремля абсолютно отсутствуют какие бы то ни было возможности и способы оперативного реагирования. Он разучился. Вот происходит то, что я вчера говорил в экстракте. Происходит распад всех государственных структур. Вам в Украине об этом тоже очень полезно знать, потому что Россия ваш враг, ваш ненавистник. И вы обязаны видеть симптомы ее разрушения, потому что ее симптомы, и ее боль, и ее развал – это многие сотни тысяч спасенных жизней в Украине. Мы же понимаем, что все равно по поводу России Украина не успокоится никогда. Этого не будет. Этого не будет, даже если она, пользуясь тем, что вас сейчас временно предал Запад и морочит голову со снарядами, с помощью, с оружием, с транспортом, даже если она захапает какую-то часть Донбасса временно, она не остановится на этом. И не случайно и Медведев, и Дугин, и все остальные реальные идеологи режима, которые очень сильно влияют на Путина, они утверждают и проповедуют необходимость полного уничтожения Украины, ее полного утопления в крови и превращения ее, то, что называется, в одну огромную бучу. Они не видят другого пути. Они не остановятся, они не затормозятся, они никогда не удовольствуются ничем из того, что они успели отгрызть. Поэтому у вас нет выборов. Да, и здесь все это понимают. Но как вы думаете, может ли этот теракт в Крокусе и возможные последующие стать таким себе, как сейчас говорят, черным лебедем для России, беда пришла откуда не ждали? Или это просто будет в очередной раз какая-то картинка по телевизору и через пять минут все забыли и живем дальше? Во-первых, мы видим, что даже они пяти минут особенно ждать не стали. И сказать, что эта скорбь и эта боль кого-то сплотила, кого-то объединила, кого-то организовала. Нет, нет. При том, что, да, действительно, боль от Крокуса Россия испытала. Но Россия ведь тоже, она далеко не так слепа и далеко не так, скажем так, безмысленна, как о ней последнее время привыкли думать. То есть она тоже, как ни странно, очень многие вещи понимает и чувствует. И вот эта вся принесенная, причиненная ей Украине боль, она же пережита и России тоже. Другое дело, что она пережита с удовлетворением. Она пережита очень часто с радостью, с огромным злорадством. Это мы все делали ошибку просто по неопытности, потому что мы никогда не сталкивались с такими масштабными преступлениями. Крича об этих преступлениях, мы думали, что мы пробудим у россиян какие-то чувства, и они изменятся. Ничего подобного. Думать, что что-то может измениться сейчас, что это какой-то черный лебедь, нет. Смотри, ведь все девальвировалось. Девальвировались слова, девальвировались заявления, к черту списались и девальвировались ООНы и Совбезы. К черту списались и девальвировались заявления западных политиков в заверение в любви или в ненависти. Все это уже приобрело такой, я бы сказал, грошовый вид и уже не производит никакого впечатления ни на кого. Мы перешли, сами того не заметив, границу между эпохами, когда словеса, мучения, терзания, превратности полностью девальвированы и не производят ни на кого никакого впечатления. Так было, так было, кстати говоря, уже в истории, так было во времена Магна Пестис, Великой Чумы, когда уже через 18 лет Великой Чумы к людям вернулась способность устраивать публичные праздники, танцы, когда организовался кружок, клуб, орден, орден это называлось, орден любителей чумы, которые слагали про чумы, про чуму станцы. То есть возникает определенного рода бесчувственность к бедствия тогда, в ту эпоху. И в Юстинианову чуму, и во вторую, в Магна Песте. Это происходило дольше, сейчас это уже произошло. Вот, скажем так, мир перешел в другое измерение. Уже кровь не производит такого впечатления, как она производила 10 лет тому назад или даже 5 лет тому назад. Грандиозная война в Украине, грандиозная война в Израиле, в Газе, в Палестине. Полностью за счет того, что это очень близкие для всех войны. Это близкие даже, может быть, не по причине способности этой войной пронзить сердце конкретного человека, а близкие за счет интернета, за счет возможности разглядывать эту войну прямо вот в увеличительное стекло и видеть ее во всех подробностях. Поэтому думать, что этот крокус что-то может изменить в российском сознании, нет. Нет, я думаю, что нет. Он и сейчас-то уже не изменил. Мы видим, что молодежь, уже перекормленная пропагандой, уже перекормленная пафосом путинизма, она уже, то что называется, забивает на этот крокус, забивает на необходимость скорбеть, забивает на любые эмоции по этому поводу и желает дальше развлекаться так, как она развлекается. То есть у Путина не получилось. Он по старой памяти, он помнит, да, что всегда хороший, большой, сочный теракт очень тонизирует население. И всегда способствует единению, всегда действительно на волне страха перед терактами. Путин выигрывал выборы, становился кумиром. И он решил по старой памяти прибегнуть к этому известному способу. Но ничего не получилось. То есть мы не видим, что сейчас народ сплотился вокруг Кремля и готов ненавидеть Украину больше, чем он ее уже ненавидит. А больше уже невозможно, потому что есть такое понятие в химии. Ты наверняка помнишь, как насыщенный раствор, да, раствор, который уже не принимает в себя новые молекулы того или иного вещества. И они сразу, сразу опадают. И вот эта растворимость имеет предел. Поэтому вот эта цель, конечно, не достигнута. Испачкать Украину в глазах мира не получилось. Это уже не получилось, потому что уж слишком грубо, примитивно и дерьмово все было склеено и сконструировано. Ну, пойми, Путин лгун, но если бы он был талантливым и изобретательным лгуном, нет. Он очень банальный лгун и очень примитивный. Продолжение следует...